Дополнительное образование в нашем городе становится все популярнее. Отдать ребенка в кружок или секцию сегодня можно уже в самом раннем возрасте. Занятие по душе в различных учреждениях города найдет и подросток, и даже взрослый саровчанин. Следуя правилу спрос рождает предложение, коллектив молодежного центра каждый год открывает новые направления дополнительного образования. У нас появилось новое направление, это радиожурналистика. Появилось направление «Помогаем писать сочинения». Это экспресс-курс, который поможет старшекласснику подготовиться к ЕГЭ, ну и развить свои способности, грамотно писать и интересно формулировать свои мысли. Студия «Медиастарт» создана для всех тех, кому интересна журналистика и кто хочет научиться рассказывать горожанам о самых ярких событиях в Сарове. Педагоги поделятся с ребятами собственным профессиональным опытом и покажут, как правильно делать новости. Мы будем учиться делать новости на радиопередаче, монтировать их в звуковом редакторе, работать с текстами, искать источники информации. Потом все это выльется в полноценные передачи на радио, я надеюсь. На дне открытых дверей наградили воспитанников студии и активных участников общественных объединений молодежного центра. Евгений Халтурин вместе со своими единомышленниками занимается важным делом. Прививает подрастающему поколению любовь к родной истории. Мы сосредоточены на том, чтобы донести до людей, которые не знают или частично знают нашу военную историю, в частности, военную историю 20 века, об основных ее аспектах, о правильных ее перспективах развития и об истинности тех событий, что тогда происходили. Для гостей Дня открытых дверей приготовили сюрприз – шоу «Иллюзиониста», после которого все желающие смогли пообщаться с руководителями объединений и записаться на понравившееся направление. А некоторым удалось даже прогуляться по коридору молодежного центра и своими глазами, увидеть кабинеты, в которых будут проходить занятия. Молодежный центр – это центр семейного досуга. Когда мы после капитального ремонта въезжали в это здание, мы позиционировали это именно так. Такой же тренд у нас остается и сейчас. Здесь каждый возраст может найти интересные для себя направления. Более подробно с направлениями работы и правилами набора можно ознакомиться на официальном сайте молодежного центра. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.